Сфера обслуживания Не будем касаться всех аспектов сложной проблемы Потребитель, сфера обслуживания И остановимся только на двух исторически сложившихся профессиях Повар и продавец Вернемся немного назад К тому времени, когда в соответствующих учебных заведениях еще шли занятия Попробуем узнать, кто избирает себе эти профессии Спросим у юношей и девушек, почему они пошли учиться именно сюда Мы играли с ребятишками в магазин в детстве Я люблю эту профессию Я посоветовалась с мамой, она мне предложила, что лучше пойти в техникум общественного питания Даже если я не буду в этой отрасли работать Я все равно, мне все это пригодится Очень Я с детства мечтала быть продавцом Мне нравится, что всегда с людьми общаешься Ну и всем нравится В третьем классе первый раз дома сготовила борщ И мне очень понравилось, потому что приятно было родителям Действительно, я очень люблю готовить, люблю торты выпекать И пошла бы в СПИД Сначала хотела я стать медсестрой Потому что мне также привлекало общение с людьми, помощь Но не прошла по конкурсу и решила себя Помогая в домашних делах Я заинтересовался, затем увлекся приготовлением пищи Для меня это было интересно И чем дальше, тем больше Мне нравились три профессии Профессия медика Профессия музыканта И профессия повара И я в конце концов все-таки остановилась на профессии повара На вопрос, как отбирают будущих учащихся Отвечают директор техникума общественного питания Валентина Ивановна Золотухина И заместитель директора по учебной работе торгового училища Мария Ивановна Ковалева Единственное, на что мы ориентируемся Это на характеристику И на средний Аттестационный балл И вообще на среднюю успеваемость данного учащегося Ну, понимаете, по характеристике отобрать очень трудно Почему? Потому что характеристики не всегда бывают объективными И, конечно же, самое главное там Личная беседа Потому что дана даже памятка для работы приемной комиссии И вот они ориентируются этой памяткой Проводя такую личную беседу Как бы, понимаете, ну, в беседе, что ли, с абитурентом Они как бы зондируют те качества Которыми должен обладать будущий продавец В конкурсе «Человека на место» Мы индивидуальную работу проводим с каждым И сказать, что вот именно это именно он, вот этот мальчик Или там девочка, что это талант Пожалуй, и нельзя Бывают ошибки, а бывает, что я угадываю Базовый магазин торгового училища Уже с первых шагов учащиеся могут проверить свои способности на практике Среди нынешних выпускников Педагоги и мастера производственного обучения Считают наиболее способной Ирину Огневу Ира Огнева, вы знаете, вот это хорошая девчонка Привлекает к себе внимание В каком плане? Живая девочка, очень любознательная Мне кажется, что Ира будет хорошим продавцом Мы привыкли судить о профессии продавца Второй несправедливо Например, так Много ли нужно знать, чтобы им стать? Математику в пределах четырех классов Профессия продавца сегодня Требует не только глубоких знаний в области товароведения Сегодняшний продавец Это еще и психолог Умеющий найти к каждому покупателю Индивидуальный подход Здесь, как и в каждом деле Если твоя профессия нелюбима Если это не твое призвание Твой рабочий день превращается постепенно В муху для тебя А в нашем случае еще и для окружающих Практикой проверяется правильность выбора Начинается практика со второго курса Вот когда уже, можно сказать, его отношения После того, как он уже год показал себя в теории И через год, как он уже начинает себя показывать на практике Тогда уже мы получаем эту информацию От мастеров производственного обучения Что вот этот к нам пришел Это действительно талантливый мальчик или девочка Вот этот человек Действительно к нему призвание Отсев у нас небольшой, но отсев есть Мы же ведь все равно имеем отсев Несмотря на то, что вот, казалось бы, индивидуальную работу Вот такую проводим Отсев все-таки у нас все-таки есть Но, как правило, происходит и обратное Многие начинают любить профессию по-настоящему И вначале было где-то процентов 60 отвечали нам Что не полюби, пошли А просто вот потому-то и потому-то Уже на третьем курсе мы видим Что процентов 15 пишут Да, профессию так и не полюбили А остальные все уже изменили свое мнение Об этой специальности Долгую и кропотливую работу проводят педагоги Раскрывая учащимся сущность будущей профессии В торговом училище идет урок производственной этики Тема урока Принципы профессионального поведения Если, товарищи, вы будете относиться так, как написано к покупателям С постоянной приветливостью, подчеркнутой вежливостью Я вас уверяю, что вы чаще всего встретитесь с ответными точно такими же чувствами Вы скажете, что могут быть другие ситуации Конечно, если это превратится в вашу жизненную позицию Ваше мировоззрение, вы чаще всего все-таки встретите доброе отношение к вам Если попытаться суммировать цель курса производственной этики в торговом училище То ее можно определить так Любовь к человеку Можно и проще Уважение к покупателю У Соловухина есть такие стихи Белые, правда, стихи Он пишет о значении этого слова Действительно волшебного слова Здравствуйте То есть Будьте в хорошем здоровье Это главное в жизни Я вам лучшего, главного в жизни желаю Я вас встретил впервые Но я человек И вы человек Мы люди на этой земле Поклонимся же друг другу при встрече И дорогу друг другу уступим Здравствуйте Как мне радостно Что могу я вам это сказать Замена я на вы Не стоит говорить так Я вам показал уже все образцы Лучше сказать так Мы с вами посмотрели уже все образцы Слово может Разъединить говорящих Слово может Совершенное отчуждение В обращении одного человека К другому внести Я хотела бы прочитать Одну страху Слово И друг обижен Слово И дверь закрыта Слово Уходит поезд Слово И ты один Одно неосторожное слово И можно остаться Одному вообще в жизни Среди пришедших по призванию Наиболее способных учащихся Педагоги техникума общественного питания Называют выпускника Будущего повара Василия Дмитриева И дело здесь не только в учебных успехах Честность Добросовестность У Васи это есть Порядочность Он всегда будет работать в общественном питании Идет государственный экзамен У будущих поваров Отвечает Василий Дмитриев Рагу овощное Картофель обжаривают Лук, морковь пассируют Капусту припускают Горошек прогревают Все эти овощи соединяют И заправляют соусом томатным Тушат В конце добавляют Специи Лавровый лист, соль И в рагу в конце добавляют Чеснок Подают значит подачи В баранчиках Нарезка на рагу я не поняла Нарезка? Овощи для рагу В основном нарезка кубиком Или дольками Или дольками Хорошо Растягает Гульоном Да И к чему подается? Гульоном Так, хорошо Научно-технический прогресс Коснулся и этой профессии Без знания химических основ Приготовления блюд Не может быть сегодняшнего повара Мы уже давно перестали понимать физиков Когда они говорят о своей работе Прислушайтесь к современному Профессиональному языку поваров Актомиозин, миоген, глобулин Миоген это основная часть водорастворимого Белковой фракции мяса Состоит значит из миогена А и миогена Б Актомиозин Основная часть белков Миофибрил мяса Он не растворяется в воде Он растворяется в солях Следующий вопрос Соус майонез Желтки растирают солью, сахаром, горчицей Добавляют масло и дают Масло полностью проэмульгировать Добавляют уксус Все, все, хорошо А для будущих продавцов Одними из основных забот Остаются нормы профессионального поведения Зачет по психологии торговли Знания проявления чувства и эмоций Крайне важны в нашей профессии Ведь, например, если покупатель приходит к тебе К твоему прилавку Обуреваемый каким-либо отрицательными эмоциями То мы, конечно, должны соблюдать Определенные меры предосторожности Чтобы не вызвать у этого покупателя аффект То есть разрядку Существует четыре вида темперамента Так, например, человек Обладающий темпераментом Большей степени темпераментным Сангвиником Выступая в качестве покупателя Сосредоточенно рассматривает товар Он внутренне отвлекается от всех Раздражителей внешних С таким покупателем В общем-то легко и приятно работать А продавцу люди идут Со своим и горем, как говорится И радостью А можешь привести к тебе? Ну, у нас, наверное, у каждого У меня очень часто в нашем небольшом опыте Практики подходят люди, допустим, просят Выберите, ну, допустим, магнитофон Я хочу там подарить внучке Которые оканчивают институт Там, ну, или Просят выбрать подарок свадьбы Самым близким людям В общем А вот что-нибудь сокровенное тебе Когда они говорили Может, другому человеку не сказал Были это горе или радость Да, люди говорят о горе Например, ко мне как-то подошла одна женщина И просила Ей безразлично было Она просила выбрать на свое усмотрение Телевизор Она говорит, мне нужно забыться Я, говорит, не хочу ни с кем видеться Мне нужен телевизор Ну, просто, конечно, к любому же человеку Не могут подойти и сказать У меня горе Обратите внимание В ответах учащихся Уже звучат нотки гордости Своей профессии Ровен очень Он думает о чем-то своем Его не задело Вот это Бестактность человека И последнее Я думаю, что это холерик Так как он быстро Ой, простите Меланхолик Меланхолик Так как он Меланхолик Тоже человек такой спокойный Но он раним Быстро Может быстро обидеться На что-то там Незначительное слово Или поступок У Василия Дмитриева Сегодня Первый день Профессиональной работы Он получил распределение В ресторан Сибирь Как ты считаешь Сегодня Правильно ли ты Выбрал профессию Я считаю, что я правильно Выбрал профессию Что я не ошибся В своей профессии Мне действительно Профессия нравится Как ты представляешь себе Настоящего повара Повар Тут же артист Он должен Раскрываться Артист на сцене А повар Приготовление блюда Больше Только жир Весь размахивать А есть ли у тебя Мечта Создать Собственное Блюдо Наверное Это желание У каждого Есть Какое-то Конкретное Блюдо И оно Вроде бы У меня намечается Но Я еще Теряюсь Боюсь Я думаю Что это Будет Должно быть Умелых И добросовестных Мастеров Своего дела В сфере Обслуживания Становится Все больше И больше Когда нас Обслуживают Хорошо Мы этого Порой Даже и не замечаем Ирина Огнева Пришла в торговлю По призванию Спросим у нее Что ощутила она Достигнув Своей цели Встав К прилавку Первое Это наверное Гордость Что все-таки Меня туда Так сказать Запустили Все-таки Что я уже За прилавком Встаю В то же время Страх Потому что Это первые Твои покупатели С которыми Нужно Общаться Мне раньше Казалось Как Что Приходит Покупатель Там Просит Что-то Показать Все показываешь А Как-то Такого общения В общем-то Не происходит А здесь Уже Понимаешь У тебя даже Просят Совета И С каждым Покупателем Нужно Работать Индивидуально Каждый раз Когда выходишь В зал Встречаешься С людьми Просто Поднимается Настроение Просто Время пролетает Даже Незаметно Мне хотелось Б сейчас Год поработать А затем Поступить В торговый институт В институте Все-таки Дается знание Больше О профессии О товаре И вообще Во всем Институт Готовит В основном Товароведов А мне хотелось Бастать За прилавком Вопрос Который Тревожит Тех Кто Воспитывает Будущую Смену А не Нужны Ли Специальные Вступительные Экзамены По профессии Позволяющие Уже На первом Этапе Определить Склонности И потенциальные Возможности Абитуриентов Мне кажется Что Такой Экзамен В общем-то Не помешал В отборе Именно Тех Людей Которые По-настоящему Хорошо бы Работали В торговле А каким Будет Этот экзамен Это В общем-то Мне кажется Проблема Над которой Стоит Подумать Профессии Сферы Обслуживания Требуют Любви И призвания И те Кто готовит Будущих Продавцов И работников Общественного питания Стараются Сделать Все Чтобы Наши Контакты С представителями Сферы Обслуживания Приносили бы Нам только Удовольствие И радость Пожелаем же Тем Кто нашел себя В этой профессии Успехов И будем надеяться Что с каждым днем Их будет Все больше Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok